здравствуйте дорогие друзья я максим батарев на этом канале я рассказываю свои бизнес истории иногда чтобы не попасть в просаг достаточно послушать человека по которой попал в похожую ситуацию а я за свою деятельность принял сотни может быть даже тысячи разных решений и возможно мой опыт может пригодиться и вам сегодня я расскажу вам историю которая мне самому ну не очень нравится но все же это наша жизнь она состоит не только из героических поступков есть моменты за которые бывают стыдно и они тоже поучительны как делать не надо я буду рассказать о том что не стоит делать ни при каких обстоятельствах друзья и все же окажись я снова в тот момент в том же самом месте про который сейчас буду рассказывать скорее всего снова поступил бы точно также случилось это уже тогда когда я был лучшим продавцом в компании в которой работал лучшее всегда должны подтверждать свой статус не только понтами у меня их достаточно да но и делами поэтому меня периодически направляли вытаскивать тяжелых клиентов тяжелые сделки или удерживать таких вот серьезных клиентов которые хотели отказаться от работы с нашей компанией и вот достается мне очень сложная задача значит есть организация в которой потенциальные пользователи нашего продукта все хотят с нами работать очень лаянно расположены к нам давно ну давно поддерживают контакт с продавцами но их директор директор откровенно плохо идет с нами на контакт крайне плохо это мягко говоря потому что я не раз слышал от коллег что он грубый невоспитанный орет матом на сотрудниках ну в общем такой товарищ на хромой газе не подкатишь и кого бы к нему не отправляли разных специалистов он все время материться отправляет их туда куда обычно отправляет в тяжелых жизненных ситуациях людей и так далее мой командир мой начальник не особо в это верил он всем подначал что это мы не можем найти подход клиенту ну и решил в общем послать туда меня говорят директор типа приятный человек в всех отношениях репутация у него хорошая просто наши сотрудники не справляются они слабые переговорщики да ну что мне делать естественно я согласился и поехал с этому сложнейшему в моей жизни наверно клиент поставил перед дверью мне же страшно да и такой до 10 до считал обратно с 10 до 1 до считал выдохнул зашел здравствуйте на кенкис мактунович меня зовут максим батареев я ведущий специалист компании и тут стоп потому что я даже не успел представиться директор очень ласково в кобычках встал со словами да как же у меня взял телефон и кинул в меня такой телефон знаете не мобильный а стационарный где стралька идет и трубка прикручена к самому аппарату телефон летел очень красиво врезался в стенку возле меня что-то там от него отлетело я честно говоря даже не знаю как поступить в этот момент во мне что-то щелкнуло я наклонился взял этот телефон ну и отправил его иннокентий из мактуновича обратно если вы видели лицо этого товарища в этот момент вы бы запомнили его навсегда конечно же я не продал друзья результата не было и конечно так делать никому не надо никогда когда я вернулся в офис моей истории не только все поверили потому что те кто с иннокентием с мактуновичем сталкивался они знали о чем идет речь вот ну серьезный человек серьезной компании в общем-то так вести себя на рабочем месте не должен мы все это понимаем да мой командир сказал что наверное мы с этим клиентом работать не будем и откажемся самое интересное что мне потом звонили люди из компании в которую я ездил и смея спрашивали а что такого сделал там с иннокентием с мактуновичем в один момент времени поменялся и перестал ругаться матом даже на своих сотрудников а теперь давайте вот в современность перейдем давайте на минутку представим что на тот момент времени мы бы вовсю работали с такой системы как битрикс 24 серая который есть очень удобная функция допустим такая как запись звонков все входящие исходящие телефоны разговора записываются сохраняются в карточке клиента когда я стал начальником я вот часто прослушал телефонные разговоры своих подчиненных да выбираешь карточку на обум или наоборот целенаправленно открываешь нужный проект анализируешь работу своего коллеги который до этого работал с клиентом все записи остаются битриксе 24 конфиденциальными они ограничивают доступ в соответствии с ролями пользователя роли бывают разные подчиненный начальник отдела директор администратор и так далее и по группам у кого-то департамента есть доступ к этим записям у кого-то у конкретного отдела а у кого-то у конкретного сотрудника вот представьте себе что у нас были бы эти записи разговоры всех моих продавцов с иннокентием с мактуновичем и тут два варианта событий принять решение либо мы быстро отказались от идеи работать с этим человеком занесли бы его в архив то в черный список какой-то да либо что с нашими амбициями звучит более вероятно мы бы сели всем отделом прослушали бы все записи и устроить мозговой штурм как с этим человеком поступить да как наладить отношения взаимоотношения с этим клиентом ну такого человека что поделать да я уверен что мы могли найти способ и создали бы какую-нибудь индивидуальную модель поведения в итоге выиграли все и клиент и я инакентий смоктанович и компания ну в общем всем было хорошо а так каждый из нас считай начинал заново свою работу с несговорчим директором да каждый раз на одни и те же грабли наступал потому что плохо знали специфику этого человека и каждый раз все ошибались может быть тогда не надо было бы телефоном кидаться в а стоило поступить как-нибудь по-другому но это уже совсем другая история что об этом говорить у меня на сегодня все до встречи в следующем выпуске вы знаете мне всегда есть о чем вам рассказать